Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Биткоин стоит 16400 долларов, а это означает, что он пробил не только первый уровень, который я сейчас неделю назад обозначил следующим сопротивлением, но даже достиг второго уровня сопротивления. Если он будет пробит, то следующая остановка 17200 долларов, о чем я предупреждал еще три недели назад. В моем портфеле биткоин занимает настолько внушительную часть, что даже падение остальных криптовалют никак не влияет на рост портфеля, и меня это безусловно радует. Но что привело к недавнему росту? Есть несколько причин. Кроме этих причин я хочу рассказать вам, почему нас ожидает рост куда круче в будущем, также о том, что сделал второй крупнейший по величине банк в мире, о постепенной смерти наличных денег и о секретном плане компании Apple для биткоина. Все это в новом видео, поэтому наливайте себе кофе, ведь у вас сейчас уже утро. А также не забудьте поставить лайк, я хотел сказать, давайте наберем 16400 лайков, именно столько сейчас стоит биткоин, но это нереальная цифра, поэтому просто поставьте лайк, мне будет приятно. Сотни миллионов пользователей PayPal проснулись сегодня с возможностью покупать биткоин, эфириум и лайткоин с помощью своего телефона. Без шуток, вот так это выглядит, достаешь телефон и покупаешь, проще просто некуда. Кстати, интересно заметить то, что PayPal прислал всем активным пользователям своего приложения уведомление о том, что с помощью PayPal можно купить биткоин. Пока что это доступно только для Соединенных Штатов, но скоро будет работать по всему миру, где принимают PayPal. Цена биткоина взлетает после того, как PayPal включилась в криптовалютный бизнес. Ребята, мы видим тенденцию не только того, что центральные банки разрабатывают цифровые валюты, но и то, что компании ищут альтернативу наличным деньгам. CNN бизнес публикует отчет под названием «Кэш медленно умирает», эти компании заменяют его. Пандемия действительно ускорила исчезновение наличных денег из-за опасений по поводу заразности этих денег. И это отличная новость для Square и PayPal. Но дело в том, что наличные умирали уже до пандемии. В 2019 году Федеральный банк Сан-Франциско опубликовал отчет о том, какие способы платежей выбирает потребитель. В этом отчете мы находим следующую диаграмму, на которой четко видно, что за два года наличные деньги потеряли 5% популярности среди пользователей. Их доля упала с 31% до 26%. Так что, очевидно, и без пандемии ситуация шла к полной цифровизации. Однако, пандемия ускорила этот процесс, как и многие другие. Кстати, по этому поводу я готовлю одно интересное видео. Скоро выпущу его, так что, если вы еще не нажали колокольчик, самое время это сделать. Ведь без него вы не узнаете, что у меня вышло новое видео. PayPal, очевидно, тоже понимает, что к чему, поэтому открывает криптосервисы. Пока что только для граждан Америки. «Мы рады сообщить, что все правомощные держатели счетов PayPal в США теперь могут покупать, хранить и продавать криптовалюту напрямую через PayPal», заявляет сама компания. Этот шаг последовал за сообщениями от руководства о высоком спросе. Генеральный директор Дэниел Шульман отметил, что он оказался больше, чем они ожидали. Спрос настолько больше, что им пришлось увеличить первоначальный еженедельный лимит покупки криптовалюты с 10 тысяч до 20 тысяч долларов. Ребята, 20 тысяч долларов в неделю. По факту это означает, что с помощью PayPal кто-то может купить больше одного биткоина в неделю. Интересно, что лимит 20 тысяч. Столько же стоил биткоин на своем историческом пике. Ребята, вы вообще видели, как выглядит график биткоина прямо сейчас? Ну вы просто посмотрите на это. У меня даже нет слов, как это комментировать. Удивительно то, что никто об этом даже не знает. Действительно, покажите это видео тем друзьям, кто не знает, что творит биткоин. Я уверен, таких друзей у вас найдется много. На самом деле, как много людей до сих пор думает, что биткоин находится в медвежьем рынке? И это абсолютно четко видно на статистике. Еще раз посмотрите на график. А теперь посмотрите на этот график. Это график роста подписчиков канала Богатейший Ди. Канал о криптовалюте, где я стараюсь снимать видео каждый день, несмотря ни на что. Например, минус 12 подписчиков. Или вот, плюс 20 подписчиков. Это уже рекорд, кстати. А как вам это? Напомню еще раз график биткоина. Мой канал о криптовалюте. В основном о биткоине. Вау, вот это хайп, я понимаю. Патрик Маккори. Этот человек занимается программированием для AnyDotCrypto. Это такая сеть, которая позволяет работать с биткоином, отправлять и принимать его. Он констатирует такое же наблюдение, как и я. Биткоин достигает 16 тысяч долларов, но я не вижу особого интереса к нашей сети. Что с этим делать? Ниже он прикрепляет график интереса к биткоину и пишет, поиски биткоина в гугле и близко не находятся у тех уровней, у которых они находились в последний раз, когда биткоин стоил 16 тысяч долларов. Ребята, биткоин стоил 16 тысяч долларов более двух лет назад. Разница в том, что в прошлый раз это было впервые для биткоина. Сегодня же интерес розницы резко вырастет только после пробития биткоином 20 тысяч долларов. И только после того, как об этом начнут рубить изо всех углов. Поэтому, ребята, портфели растут, а инфоресурсы падают. Однако я считаю это хорошо для биткоина, ведь это означает только одно. Но если без свежей розницы, без роста интереса происходят буквально исторические движения биткоина, то что будет, когда это все появится? Именно поэтому я считаю, что нас ожидает невероятный взрыв, как в цене биткоина, так и в популярности самой тематики. И выиграет тот, кто не сдавался все эти годы. Так что я очень надеюсь, что на своем ютуб канале я не сдамся так же, как не сдавался все то время, когда биткоин постоянно падал. И перейдем к предпоследней теме этого видео. Секретный план Apple насчет биткоина. Мы уже видели, как Square, Amazon Web Services, PayPal и даже Samsung подключаются к криптовалютной революции. Теперь давайте посмотрим, что происходит с Apple. С ними почему-то ничего не происходит, по крайней мере публично, и это странно. Amazon Services, например, сотрудничает с Ledger, тестирует блокчейн Ethereum и работает над тем, чтобы на Амазоне можно было покупать вещи за криптовалюту. Мы видели Facebook, который вообще пытался в свою криптовалюту, хотя впоследствии столкнулся с серьезным давлением со стороны правительства. Также есть Google, который заключает партнерство, например, с Chainlink и работает с блокчейном. Суть в том, что вообще делает Apple. Они решили отстать от технокомпаний? Такое непозволительно, если только ты не хочешь закончить так же, как Nokia. Но, похоже, у Apple есть план. Когда-то давно у меня была Nokia, а моего отца был BlackBerry. И на тот момент у Apple не было своего смартфона, а у BlackBerry он был. Он мог делать такое, о чем Apple только мечтала. Чего только QWERTY клавиатура стоила, люди охали и ахали. Также тогда был король всех мобильных ОС, Symbian. Samsung со своим BAD тоже кое-как существовал. Windows Mobile пытался делать КПК, карманные персональные компьютеры. У всех этих компаний были смартфоны. Но что же случилось потом? Apple презентовали свой и изменили жизни миллиардов людей. Теперь со мной постоянно, везде мой iPhone. И Apple была той компанией, которая реально положила начало этой эре. Конечно же, Samsung с Android тоже подключились к этой гонке. Но суть в том, что именно Apple действительно сделала революцию. А Стив Джобс остался легендой в истории технологий. Именно Apple изменили игру, а не Samsung. И что-то мне подсказывает, что что-то похожее произойдет сейчас с Apple и криптовалютой. Майкл Сейлор из MicroStrategy, компании, которая инвестировала почти полмиллиарда долларов в биткоин, пишет, Если бы Apple интегрировала биткоин в Apple Pay и встроила в iPhone безопасный кошелек, а после начала хранить биткоины в казначейских резервах, их капитализация могла бы вырасти миллиардов на сто. На самом деле, я, как владелец продуктов Apple, был бы очень рад интеграции криптовалют в их устройство. Это была бы просто бомба в плане юзабилити. Кстати, я только что понял, что большинство из тех, кто интересуется криптовалютой, даже не слышали таких имен, как Майкл Сейлор, до тех пор, пока они не купили биткоин. И, наконец, последний хедлайн. Из Китая мы уже не раз слышали целую тучу новостей о том, что биткоин банят, что торговать биткоином вне закона, что биткоин биржи давят регулятивные органы. Короче говоря, очень много негативных новостей из Китая было, но то, что происходит сейчас, это абсолютная противоположность. Второй по размеру Банк Мира выпустит токенизированные облигации на 3 миллиарда долларов, которые можно будет обменять на биткоины. Согласно отчету South China Morning Post, токенизированные облигации будут выпускаться через филиал государственного банка в Лабуане в течение трех месяцев. Примечательно, что эти цифровые ценные бумаги можно будет обменять на биткоины на бирже Fusank, а также на доллары США. Торговля намечена на эту пятницу. Это сегодня. Вот почему биткоин так растет, не только из-за PayPal, но и из-за этого тоже. Вдумайтесь еще раз. Мы говорим о втором по величине банке в мире из Китая, где мы слышали только о бане биткоина, о запрете торговли биткоином и о преследовании бирж, на которых торгуется биткоин. Сейчас крупнейший банк занимается ничем иным, как накапливанием биткоинов. Если это небольшая новость, то я не знаю, что такое большая новость. Ребята, 27 октября 2020 года я выложил видео, в котором сказал, что биткоин будет расти до 17 150 долларов. Вот сюда он будет расти, основываясь на вот этой фигуре и на основном уровне сопротивления, который вот здесь вот начинается и попадает идеально просто на конец этого треугольника. 6 ноября я выложил следующий ролик, в котором расписал еще уровни сопротивления основные, которые биткоин должен преодолеть перед тем, как попасть на 20 000 долларов. И смотрите, что происходит прямо сейчас. Это просто какое-то безумие. Людь просто какая-то. Посмотрите, вот свеча, вот ее тень тестировала вот этот уровень. Что произошло? Откатились, не смогли. Вторая свеча смогла, она пробила этот уровень. Более того, вот здесь такая маленькая тень ее тестирует уже следующий уровень сопротивления. После чего, если этот уровень тоже пробьется, останется только вот этот третий. Но это еще не самое крышесносное, ребята. Посмотрите, вот этот третий уровень откуда взялся. От него в каком-то 2018 году свеча оттолкнулась и после этого начался медвежий рынок. Посмотрите, что выше этого уровня. А выше просто ничего нету. Ничего здесь нету. То есть, если этот уровень у нас пробьется, потом цена закрепится выше, это будет просто полет в небеса. Но самое интересное, что это интерес к биткоину. Посмотрите, где он находится. Он просто на днище. Когда в последний раз вот здесь вот цена биткоина была 16 тысяч долларов, так же, как и сейчас вот здесь вот. Посмотрите, какой был высокий уровень интереса. Это означает, что вот эти все движения, вот эти все движения происходят без роста интереса розницы. Представляете, что будет, когда эта розница подключится к этому действию? Никто такое не ожидает сейчас. А вот я ожидаю. Это будет жесть полнейшая. Поэтому подписывайтесь на канал. Хотя вы и так подписаны. Ну да ладно. На этом все. Меня зовут Богатий Ищи Ди. Не забудьте поставить лайк, а также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Обязательно богатейте. До скорого.